Всех представителей знака Зодиака Арак, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер и в данном видео это традиционно ваш Тараскоп на последующий месяц. Будем смотреть январь 2020 года. Хочу поздравить всех вас с наступившим Новым Годом, с прошедшими праздниками. Давайте с вами посмотрим, каким у вас выйдет начало года, чем порадует, чем может быть насторожит и как к этому подготовиться. Напоминаю, что расклад является общим, он не может однозначно отыграться у каждого из вас. У кого-то частично, у кого-то полностью, у кого-то вовсе не отыграется. Почему так происходит? Потому что знак Зодиака у вас один, асценденты разные. Это своего рода как раки первой, второй, третьей декады. Соответственно идет разная структура развития событий. Поэтому рекомендую смотреть по солнцу и по асценденту, сравнивайте, сопоставляйте и делайте выводы. Хочу также поблагодарить всех, кто делает декады моему каналу. Благодарю вас, это очень большой ценный вклад в развитие канала. В частности, эти деньги я пускаю на приобретение новых колод, дабы вас радовать новыми знаковыми вещами. Ну, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца, карта работы, финансов, здоровья, личная жизнь и совет от карт. Так, общая атмосфера месяца. Тройка кубков. Вы знаете, месяц радости, легкости, праздников, шумных кампаний, увеседлительных мероприятий и вечеринок. И даже если на текущий момент вам кажется что-то не так, например, нет у вас друзей, рядом родственников, вы сами где-то один на один на чужбине, либо просто на текущий момент знаете, как свободный. Это сложится как-то неожиданно для вас. Но потому что действительно месяц вас порадует какой-то вот легкостью, праздничным настроением, либо даже может быть исполнением желаний. Мы сейчас с вами посмотрим, в какой степени для вас отыграется эта карта, в какой сфере. Ох ты! Значит, смотрите, у кого-то здесь может быть появление как тайных любовных связей, у кого-то как может здесь быть погружение в эзотерику, причем хороший заработок от эзотерики, кто-то углубится в изучение, либо кто-то поет к практику для прояснения какой-то наболевшей ситуации, и вы останетесь довольны этим вопросом. Но то, что, скажем так, на этом многим будете делать акцент, это факт. Хорошо. Что вас ожидает в плане работы? Ну, по влюбленным это действительно, не могу сказать, что знаковая ситуация. Сейчас объясню, что здесь конкретно. Итак, смотрите, если вы пенсионер, это может быть просто какая-то поддержка. Это элементарно как скооперироваться, как с каким-то пенсионером, пенсионеркой, либо с близкими, для какого-то заработка, может быть небольшого, но, например, какое-то хобби, либо разовая какая-то подработка. То есть здесь действительно совместная кооперация, которая вас порадует и принесет, ну как, пусть незначительную, но тем не менее прибыль. Если вы в статусе соискателя, успешно пройденное собеседование и однозначно вас возьмут. То есть время для трудоустройств. Если вы наемный работник, то карты говорят о том, что акцент будет сделан на вас и вас могут выбрать из нескольких кандидатов, может быть даже сотен кандидатов в плане продвижения. То есть на вас действительно будет возложена большая ответственность. Еще по этому аркану это может быть совмещение нескольких видов деятельности. Либо для некоторых, к сожалению, в рамках этого месяца работать за себя и за того Васю. Ну как есть. Для тех же, у кого свой бизнес, это попытки объять-необъятно совместить два вида деятельности, либо два источника дохода. Это как начать, допустим, новый какой-то проект в подспорье текущему, но с целью увеличения заработка, естественно. Что в плане финансов? Ребят, стабильно. Пусть доход здесь у кого-то средний, но тем не менее будет расти и будет Вас радовать, потому что оттачивать свое мастерство идет это по этой карте, вследствие чего Вы будете получать деньги, будете получать дивиденды. С деньгами все стабильно, все хорошо, несмотря на то, что вроде бы месяц для раскачиваний, но у кого-то действительно в плане финансов ситуация улучшения пойдет. Кстати, если смотреть на связку карт и смотреть на ситуацию в целом, у кого-то может отыграться ситуация служебного романа. Не у всех, возможно, у единиц, но факт остается фактом. И кто-то здесь из Вас будет несвободен, либо, собственно, Вы, либо Ваша вторая половина, которая у Вас здесь нарисуется. Относительно вопросов здоровья. Самочувствие прекрасное. Рыцарь кубков, это, знаете, все, пошел запал, пошел драйв. Хорошее самочувствие, эмоциональное, физическое. Единственное, что по этой карте, да, у многих здесь будут и сабантуи, и корпоративы, это, знаете, как выжило немножко расслабиться, выпить и просто, как бы, отпустить ситуацию. То есть атмосфера праздника. Но на Вашем здоровье это никак не отразится. Потому что порыцарь кубков, здоровье Вас будет и баловать, и радовать, несмотря, может, у кого-то на непогоду. Но, тем не менее, все будет стабильно. Относительно личной жизни. А вот здесь у нас стул с мечей. Карта, которая может указывать на то, что, знаете, неожиданно для Вас появится человек, который Вас зацепит своим взглядом на жизнь, на какие-то вещи, схожесть менталитетов, взглядов вообще вашего, вашего мировоззрения. И, знаете, вот в какой-то степени для Вас с собой в чем-то телепатическое общение, когда Вы друг друга понимаете с полуслова. Либо один говорит, другой договаривает. Потому что это вот даже какое-то интуитивное общение, общение душами. Но мы, безусловно, сейчас посмотрим для всех сверх, то есть для свободных, для тех, кто в стабильных отношениях и для тех, кто в качелеобразных отношениях. Итак, для тех, кто на текущий момент у нас свободен и не обременен какими-либо связями. По аркану императрица, однозначно, да. Появление человека, с которым Вы будете чувствовать себя комфортно, уверенно, особенно отыграется и для женщин. То есть здесь карта, которая говорит о том, что будьте любимы, для Вас будет оказано много внимания. У кого-то, кстати, на повестке дня разродиться, это будет Кесерева. А у кого-то, это уже касается больше, конечно, не аспектов здоровья, да, ну вот он сюда подходит, но в плане личной жизни. У кого-то может быть эко-зачатие, либо эко-обладотворение. И оно будет успешным, будет удачным. Почему, казалось бы, свободные, да, Вы скажете, что за глупость? Поверьте, очень много людей, которые вне зависимости от наличия партнера хотят завести себе ребенка. Поэтому для кого-то ситуация отыграется именно так. Хорошо, давайте смотреть для тех, кто в нестабильных связях. По правосудию это, знаете, как партнер, либо партнерша Вас будет зеркалить. То есть такая позиция, как ты ко мне, так и я тебе. В чем-то может быть ситуация критики, либо осуждения в Вашу сторону. Но вместе с тем, это желание быть с Вами в отношениях, напитаться, наполниться от Вас. Потому что человек действительно видит в Вас те качества, которых ему не хватает. Вы для него как показатель в чем-то может быть успешности, духовного развития, значимости какой-то. Вот эти все качества человек будет пытаться добрать у Вас. Если Вы в стабильных отношениях. О, а вот здесь интересно. Сейчас будем прояснять. Потому что падает туз мечей и десятка мечей. Так, у многих здесь, кто находится в браке, как может отыграться? Здесь своего рода как разрыв отношений, но не по причине того, что Вы там забыли друг друга, либо забили друг на друга. Это может быть чей-то отъезд, командировка, либо по вопросам работы. То есть, Вы знаете, как вынужденная мера. Да, безусловно, Вам это не понравится, но тем не менее, проходит так. Либо действительно какая-то серьезная ссора и конфликт на кал страстей, и пока ситуация отчуждения друг от друга. Кто-то даже действительно может здесь как разъехаться, дабы пожить отдельно, посмотреть, к чему это приведет и чего это стоит. Единственное, что у тех, у кого из 19-го в 20-й год назревал вопрос развода, то Вы здесь по связке этих карт разведетесь. То есть, наступит ситуация облегчения, и все, пойти в новую связь, в новые горизонты, то есть, в новый этап жизни. Так, хорошо, в качестве совета, что у Вас здесь? Пятерка мечей, не накручивайте себя, не занимайтесь манипуляциями сожаления, не обвиняйте себя в тех, либо иных поступках. Вы сами себе создаете головную боль. Карта, которая говорит о сожалении, это знаете, когда что-то рассыпалось на осколки. И Вы понимаете, что, особенно когда это касается тех, кто действительно, говорю, у кого была ситуация бракоразводного процесса, надзревала, несмотря на Ваше сожаление, из осколков уже ничего не склеить. Это является бесперспективным решением. Это будет просто путь в никуда. Вам нужно это просто принять, преодолеть и пережить. Если у Вас это не касается аспектов личной жизни, то пятерка мечей, это знаете, как, когда Вас терзают какие-то мучения, блин, как же продвинуться дальше, что делать. Давайте посмотрим, даже какой сферой это будет касаться. Ну, по девятке жезлов, это в первую очередь, как держать оборону, поставить себе какую-то независимость. В чем конкретно это должна быть у Вас независимость? Ну, по рыцарю мечей, это у кого-то будет головная боль, вопросы переезда. Либо у кого-то это будет головная боль в плане срочной покупки автомобиля. Ну, потому что для кого-то действительно жизненная необходимость. Почему? Вот, например, с этого живете. Или у кого-то это, знаете, как переживание по поводу резкого разрыва. Вот по связке карт не накручивайте, этого не стоит. Вы сами только усугубляете себе ситуацию. Вы все это проживете намного легче. Посмотрите потом, как отыграется. Особенно, если отпустите ситуацию и не будете циклиться на ней энергетически. Тогда придет легко и без задоринки. Вот такой у Вас выходит месяц. Если проанализировать, знаковым в основном у Вас будет в плане работы. Поэтому сделайте, пожалуйста, на этом акцент. Подпишитесь мне, пожалуйста, как у Вас он отыграется, либо не отыграется. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты Вы сможете найти под этим видео. Пишите на WhatsApp, либо на Viber. Мой администратор Анастасия ответит на все Ваши вопросы. Я же еще раз поздравляю Вас с прошедшими праздниками. Те, кто меня будет смотреть уже в январе. И, скажем так, легкого Вам месяца и замечательного года. Пусть все получится. Продолжение следует...